Арт-сообщество Анапы официально было создано полгода назад. В команду креативных творцов вошли более 140 жителей курорта. У каждого мастера есть свой почерк, любимые тематики и техники. Кто-то пишет целые картины эпоксидной смолой, другие создают декор для дома из дерева, выброшенного на берег морем. С вдохновением проблем нет, а вот с выбором места для организации артовеню помогла мэрия курорта. 1 мая целая аллея ремесленников была открыта на улице Горького. Многие сегодня стремятся к тому, чтобы найти свою идентичность. Многие стремятся к тому, чтобы сегодня как-то себя выделить. Дизайн куда-то придумать, и мы в том числе, понятное дело. Но вот самое важное, самое важное, это, конечно, такой народно-творческий год. Народный, ремесленческий год. И вот я искренне благодарен здесь, конечно, всем нашим ремесленникам, всем настоящим нашим патриотам города, кто здесь проживает, кто делает это все руками, душой. Вы же на самом деле даже не руками делаете, вы же сердцем делаете, душой делаете. И вот сколько раз я был на этой ярмарке. Вопрос даже не в том, чтобы посмотреть и что-то новое увидеть, а вопрос в том, чтобы немножко окунуться вот в эту атмосферу, окунуться вот в эту эмоцию. Сегодня мэр курорта Василий Швец встретился с представителями артсообщества, чтобы обсудить креативные проекты ремесленников и планы по развитию. Мастера регулярно проводят уроки для анапчана, гостей курорта. В планах – организовать ремесленные ярмарки под ключ в отелях и санаториях. Многие города в Кубани начинают брать с нас пример, начинают организовываться в такие сообщества, что очень приятно. Но в этом во всем нам помогает очень сильно администрация к городу курорта. Это правда. Амбициозный проект, в котором приняли участие мастера – создание украшений для городских новогодних елок. В течение месяца ремесленники своими руками сделали несколько сотен игрушек. В прошлом году такие украшения уже становились нарядом праздничного дерева в лаунж-зоне. Как подчеркнул мэр Анапы Василий Швец, жители и гости Анапы идею оценили. Что было для меня показательным, что ни одной игрушки не пропало. Вот так, корректно. Ни одной. По крайней мере, из того, что мы видели, из того, что я смотрел на выговоры. Это говорит о человеческом признании. Это говорит просто о том, что граждане эту историю, они с уважением, с трепетом. И в этом году, конечно, то, что будут три елки уже, полностью украшены игрушками наших мастеров. Больше тысячи игрушек. Также на встрече обсудили вопрос поиска помещения для работы ремесленников. Мэр предложил рассмотреть возможность создания Центра народных промыслов на территории будущего парка за Владимирским храмом на улице Омельково. Креативных идей у анапских ремесленников еще много. Они готовы преображать курорт своими проектами. В завершении встречи самые активные представители арт-сообщества были награждены благодарностями мэра Анапы и председателя Совета депутатов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Спасибо.